всем привет снова своим панцер и снова на обзоре пиво пиво это опять из домашней или малой пивоварни уж точно не знаю я заказывал у них набор для приготовления пива и заказал у них жигулевский и вот думаю они продают сами пиво вы пришлите чтобы я понимал получилось у меня по вашему рецепту что-то или не получилось и вообще насколько это похоже на жигулевское поэтому зерновой жигулевский на самом деле есть момент есть момент ними прислали инструкцию к варке на самосинового инструкция довольно подробно причем рассчитана человек который этим никогда не занимался то есть для меня много чего лишнего но что хочется сказать использовать здесь вот конкретно в этом или ну я так понимаю что там по их рецепту свалено солод базовый светлый пилсна славуто и супер бушникова солодов здесь нету то есть только на базовом солоде на пилснаве славуто но как мы помним жигулевское пиво корнями своими уходит в пиво венское там базовый солод все таки идет венский то есть если нету венского солода хоть даже в плане какой-то добавки то в принципе это жигулевским пивом быть не может я так понимаю опять же что мы имеем по хмелям хмель 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 все больше не написано хмель какой хмель непонятно к сожалению поэтому опять же по традиции должен быть хмель житетский то есть саз который называется вот это так поэтому я не знаю насколько это пиво будет похоже на жигулевское пиво и я не знаю насколько это этот рецепт который мне прислали этот набор в результате у меня получится похоже на это пиво и на жигулевское но в любом случае пиво у меня есть а значит его надо пробовать у меня такой бокальчик жигули пиво я даже не помню от чего это где-то я слямзил его вот открываем оно только практически сегодня приехало ко мне что довольно такое охладилось и все ну что сказать на самом деле как бы на жигулевское не очень похоже но сильно какое-то вот такое прям насыщенное ну понятное дело нефильтрованное скорее всего какие всякое домашнее пиво но на жигулевское пока не очень похоже но это еще не о чем говорит в аромате чувствуется карамельность почему она чувствуется в солоде пилсоном непонятно если больше никого не используется нет немножко солод пиво варилась и тут кругом аромат и смели так витают вот прям вот карамельки прям карамелька и вот ощущается конфеткой карамелькой поэтому я боюсь что на жигулевское будет не очень хуже но будем пробовать но сказать как нет на жигулевское то которое помню я оно не похоже чувствуется очень сильно карамельность и собственно этот цвет пива тоже не лагерный не совсем лагерный ну понятно что не лагер но солод светлый пилснер он должен давать по моему более светлый цвет либо мне прислали что-то другое либо они варят что-то другое потому что здесь на мой взгляд добавлен какой-то карамельный солод это отразилось и на вкусе и на цвете вот что сказать что-то на вкусе кроме того что там есть присутствует карамельность очень плотный вкус то есть пиво плотное ну по-моему это и так видно что довольно плотно и на мой взгляд все таки не 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 очень то есть в моем понимании пиво должно быть немножко по другой здесь она не хочется обидеть людей дом больше классу я бы сказал не музыка жены не вкусно это немножко другое скажем вот так это карамельность в этом насыщенность она придает этому напитку совершенно другой вкус то есть не как у пива это ну может быть это и неплохо я ничего сказать не могу кому-то возможно дело и понравится но я все таки от пива тем более пиво жигулевского ну подразумевается потому что они не говорят что жигулевский это вот не такой же гулевский эль зерновый то есть жигулевский это в принципе не эль это лагер но блин хоть похоже было бы для меня нет не похоже жигулевская все-таки и полегче и полагернее а здесь все-таки более насыщенный более такой плотный вкус вот как то так вкусно ли это вполне ну не то что я я люблю вот как то так но в любом случае будем пить кроется гибель где в пиве никто не тонет тонут всегда в